День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. И мы продолжаем Утро на Болткоме. Мы это Олег Пек и Александр Шунин. Всем здравствуйте. И настало время поздороваться. Ну, давайте покажите свои знания. Ни хао! Ни хао! О, ни хао! У нас на связи Пекин, хотя хотелось бы назвать его Пекин, город. Пекин и наша исполнительница, автор песен, музыкант, прекрасная и просто красавица Кэти Тиндемарк. Кэти, доброе утро. Ну, у нас доброе утро. Ни хао! Ни хао! Ни хао! Мы друг друга понимаем. Да, может вы... Доброе утро, цао шэ хао! А цао шэ хао это что такое? Цао шэ хао, доброе утро. Доброе утро, господи. Райский. Я с прошедшим, во-первых, днем рождения. Мы даже видим эти шалики на заднем фоне отражаются. Да, они как-то отражаются. У меня их прятало-прятало, но все равно остались. С днем рождения! Нет, праздник не спрячешь. Спасибо! Поздравляем. Может быть, несколько слов для тех, кто не знает, почему Китай, почему Пекин? Как далеко занесло латвийскую красавицу и исполнительницу песен? Судьбой называется это, скорее всего. Получилось так, что в прошлом году на Фейсбуке увидела объявление «Нужна скрипачка». К тому же искали девушку. Прям вот им очень нужно было одну девушку для коллектива шести... Ой, извините, я пропала. Для коллектива шести людей, шести скрипачей. И вот я последняя, как сказать, последний вагон прыгнула. Это же... Что за секстет такой, что во всем Китае не найти скрипки? Нет, видите, у нас тематический парк. Я работаю в тематическом парке Пекина, Universal Studios. И скрипачи должны быть не китайской внешности. То есть или американцы, или со стран СНГ, или с балтийских стран, но не китайской внешности. Поэтому им прям надо было. Тому, кто по документам может приехать, из Украины не пускают коронавируса. Там девушка должна была из Украины приехать. А вот из нашей Латвии еще пустили, поэтому меня вот прям в последний вагон закинули. Сказали, поедешь. Поедешь с нами. Ну и как? Впечатление. Год уже почти прошел. Можно сказать? Повезло. Классно. Считаем. Счастливый билет. Счастливый билет. Повезло. Классно. Бог поцеловал темечка. Конечно, хорошо. Насчет работы, условий и моей продвижки. Именно в скрипичном плане. Повезло во всех планах. Насколько сложно? Требовалось ли, во-первых, знание китайского языка? И вообще, насколько сложный язык, культура, другая страна, другие обычаи? Знание китайского не требовалось, потому что мы на сцене, нам надо знание именно техники скрипичной, музыкальной. Культура, вот я вам скажу так. Я китайский первые месяцы учила прям с бешенными темпами. Была мотивация. Потом как-то китайцы, они, народ, достаточно забавный. Я вот этого слова не побоюсь, потому что они очень много говорят, они очень громко говорят. Я к этому пока что еще несложно привыкнуть. И как-то я решила немножко притормозить с изучением языка. То есть, там, сказать курица. Если я хочу заказать курицу, я очень люблю яйца. Конечно, я могу поприветствовать и понять приблизительно, что мне говорят. Но язык сам по себе тяжелый. И пока что я выучила то, чтобы на слух воспринимать. А иероглифы я вот не учила. Ну, это можно понять. Просто сложно все-таки. Там у одного буквы О сколько, 16, по-моему, звуков. Ну, я не знаю, сколько там, да, там эти звуки такие. Нет, здесь-то как раз музыкальный слух и выручает. То есть, вам легче, чем человеку без музыкального образования, например? Да, но все равно слова-то надо учить. Насколько вообще работа в тематическом парке, ну, занимает какое время? То есть, остается ли время свободное для того, чтобы смотреть, познакомиться с Китаем? Может быть, даже куда-то выехать? Насколько, ну, это оставляет какие-то такие возможности? Да, по контракту у нас такие условия, что мы должны работать 5 дней в неделю. И максимум 6 часов, 6 шоу, то есть 10 часов, до 10 часов. Пока что мы работаем приблизительно 8 часов в день и примерно 4-5 дней в неделю. То есть, не занимаются полностью вот это время по контракту. Да, я успела побывать в некоторых местах Пекина, но, к сожалению, время, правда, не так много, как хотелось бы для себя. Да, я была на Великой стене. Удалось покорить, да? На Великой китайской стене. Да, все-таки удалось. И вот на следующей неделе хотим съездить в запретный город. Ой, замечательно. А насколько вообще сейчас Китай закрыт, ну, вот из-за коронавируса, насколько перед, ну, ограничения есть ли какие-то? Потому что вот у нас буквально этой ночью новые ограничения принимались, и понятно, что вот будут ужесточать, очевидно, и закроются, может быть, магазины для невакцинированных, и, ну, там ряд каких-то предложений таких жестких. Да, я понимаю. Знаете, я когда вот заехала в Китай, то есть я отсидела карантин месяц, целый месяц надо было сидеть, и когда заехала в Китай, я уже немножко позабыла, как было у нас, то есть когда выезжала из Латвии. То есть у нас было настолько много ограничений, вот эти закрытые магазины, опять же. А в Китае все открыто. То есть все открыто, но здесь есть такое условие. У тебя должен быть health kit, health kit – это QR-код, не QR, немножко другой код в твоем телефоне. И ты его должен показать везде при входе, даже вот если ты хочешь на улице колбасу купить, без него ты не можешь купить. То есть у тебя должен быть вот этот код вместе или тестом, ну, то, что ты подсидела карантин, сделала определенное количество тестов, или ты вакцинирован тоже. То есть здесь вот такое, оно ограничение, дестребование. И с этим кодом ты не можешь, например, выехать в какую-то опасную зону. То есть когда здесь происходят вспышки, эта зона становится красной, опасной, и если ты выехал, если ты был в ней, то тебя автоматически при въезде домой, то есть, например, в Пекин, в моем случае, автоматически тебя садят на карантин. То есть тебя видят везде, тебя контролируют везде. С телефоном ты ходишь, ты должен везде показать этот код, и сразу ты автоматически регистрируешься в том месте, где ты вот покупал какую-то колбасу. Ну, на самом деле, что касается разных QR-кодов, у нас как раз примерно к этому мы и движемся тоже. Сегодня правительство примет решение, очень похожее на то, что вы описали. Да? Угу. Знаете, мне нравится такая система, вот честно вам скажу, потому что, как я сказала, вот я сюда приехала, и я себя почувствовала свободно, я даже забыла вот эти все закрытые магазины, все открыто, в масках надо, конечно, ходить внутри, но люди, например, не теряют работу, люди работают, и музыканты тоже, мне кажется, те китайцы, которые работали по музыке, они не потеряли свою работу, как у нас в Латвии многие. Ну, и, соответственно, так как вы говорите, работы у вас хватает, то есть посетителей много, и в основном, это, разумеется, китайцы, это же не приезжие. Да. Китай закрыт. Китай закрыт для туристов, то есть туристические визы не выдаются, и даже рабочие визы сложно получить. Вот, то есть не все рабочие визы. То есть у тех, у кого бизнес здесь, многие не получают. У нас в парке много, да, очень много посетителей, то есть парк сам официально открылся только 20-го числа, 20-го сентября. Для всех, для всех китайцев. А что ж до этого было? Я в это время, пока парк не был открыт, у нас был период сначала обучения репетиций, потом период работы для самих, для своих, то есть для тех, кто уже в парке, для работников, а работников на минутку здесь 10 тысяч. 10 тысяч работников. В парке 10 тысяч работников. Ну, такой, в общем-то. Это размах, ну, это китайский размах. Да, это размах латвийского города. Маленький латвийский, ну, не маленький, обычный, средний латвийский город. Парк Universal Studios Peking, он самый большой парк, то есть он в 4 раза больше, чем предыдущий. Ну, да. Ну, а вот среди вот этих 10 тысяч работников, насколько попав в другую страну, вот удается завести новые знакомства, каких-то друзей, подруг, ну, какой-то круг общения, или общения в основном вот тоже по скайпу, по зуму, с родиной? По зуму, по скайпу, со своими, конечно, я общаюсь по видеосвязи, а знакомство здесь с китайцами я, ну, с представителями Китайской республики я не завела. То есть у меня есть люди, которых я знаю, есть коллеги, я с ним общаюсь на работе, они милые, правда, они очень как-то вот к нам относятся тепло, тем, кто приехали. Но если все, куда мы, не знаю, где мы проводили время, куда мы ездили, это обычные ребята, с которыми я работаю, а не с Белоруссией, с Украиной, с Россией. То есть все-таки с нашими, с нашими ребятами проводим время. А именно наших из Латвии много? Ну, и в парке, и вообще встречаются? Нет, ни одного. Наших из Латвии, я даже не знаю, в Пекине может быть еще, вот я знаю, один спортсмен есть из спортивной академии, с которым я училась. А здесь в парке из Латвии нет никого. У нас вот с утра была смешная новость о том, что сейчас самый популярный в Китае товар – это глушитель, глушитель колонок для бабушек, что вот в Китае очень стало популярно, вот бабушки занимаются спортом, и возмущенные жители просто даже вот сейчас пытаются, ну, там, с специальным прибором… Я застаиваю, и возмущенная молодежь пытается бороться с танцующими бабушками. Я говорю, все наоборот. Вот правда это или нет, что вот такая вот, все помешанные пожилые люди на спорте, на активном образе жизни? Да, это правда. Я вообще называю это замечательной старостью. Просто здесь право. где-то люди вместе, они прямо на тачках везут колонки, причем такие большие, с танцами, с большими, и устраивают. Проезжают в любом парке. В парк проезжаешь, и всегда будет звучать музыку, танцовать бабушке, делать достаточно хорошо. Я не могу сказать, что это самодельность. И даже участвовать. Да, это самодельность. Я вот этого не замечала. Но то, что много музыки играет, много танцующих, жилых людей, да. Здорово. Они нуждаются. Ну, это замечательно. Да, замечательно. Мучает вопрос. Что с питанием? Все эти вот экзотики, включая, прости господи, летучих мышей, с чего вся эта ерунда началась. Так, а вот у нас оборвалась связь. К сожалению. А мы цайте не успели сказать. Два слова, которые я знаю. Поздороваться и попрощаться. Я ни одного не знаю. В принципе, я готов уехать работать тоже в парк, если что. Вот, все у нас вернулось. Связь вернулась. Ну, все у нас упало. Да. Так, мы про еду начали говорить. О том, что, да, экзотическая китайская еда, насколько она... Эти самые пресловутые летучие мыши попадаются все еще? Так, изображение у нас есть, а звука нет. К сожалению. Да, потому что Катя не включила микрофон. А вот включила Катя микрофон. Да, слышно. Супер. Да, Олег и Александр, что я вам скажу, вас-то мучает вопрос. А меня так же вот мучила еда китайская. Летучих мышь, я их не ела, я их видела. Они пролетали мимо, даже залетали к нам в пол. То есть я не могу с вами поделиться именно с едой вот такой супер-супер-китайской. Супер-китайскую еду я не ела, я так называю, потому что она для меня непонятная. Но у китайцев есть определенная привычка добавлять специи. Вот свои специи даже в обычную невинную гриль-курочку, как у нас в Риме продается. И вот эти вот специи, они... Чувствуются, таска по родине все-таки. Они сложно принимались желудками и моими, и моих коллег. У нас здесь уже были веселые моменты. Поэтому мы решили, что пока что китайская еду и воздержившись. В прямом смысле крепитесь. Ох. А что с творчеством? Появляются ли новые песни, какие-то новые идеи? Может быть, идеи песен с использованием китайских инструментов, китайских мелодий, навеянных, там что-то навеяло? Китайских бабушек на подпевке, на подтанцовке. Ну нет, таких идей не было. Вот именно с китайской культурой связано не было. Так записывайте, сколько мы уже накидали-то. Да, а просто песни появляются, пишутся или нет времени на них? Очень-очень мало времени. Я вам честно скажу, когда я сюда приехала, я же девушка в скрипичном плане отставшая, меня взяли, мне повезло, потому что все академики, а я без академического образования. И мне в первые месяца пришлось после репетиции приходить дома и точно так же репетировать. То есть было абсолютно все время занято, чтобы я успела выучить наш материал. А так как у нас три скрипки, три партии, я не могу сказать, ребята, извините, я здесь половину партии сыграю, а половины нет. То есть по технике мне пришлось очень многое подтягивать. Поэтому пока что здесь я решила себя вот именно, как сказать, пожить в обнимку со скрипкой. А когда вернусь в Латвию, я обязательно хочу написать песню, сделать какой-то новый клип. А получается, что это пребывание стало своего рода школой, да? Очень много удалось подтянуть свое скрипичное мастерство? Конечно, да, 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 очень, очень. Прямо это такой большой шаг. Причем если бы мне сказали еще прошлым летом, сказать, ты будешь играть вот так, такие произведения с такой техникой, я бы сказала, не-не-не, давайте посмеемся вместе. Ну, Катя, так вы большая умница. А когда ждать возвращения? Я буду в декабре назад уже. Приходите. Я думаю, что тогда наверняка встретимся уже лично, да, и пообщаемся, и обменяемся еще раз впечатлениями. Что же, нам показывают, наверное, что нужно заканчивать. Время завершается. Желаем мы, конечно, успехов на работе. И, кстати, я понимаю, что... А репертуар-то, он классический и популярный. Что нужно играть? Какие произведения исполнять? Все вместе, начиная от Бетховена, заканчивая Авичи, не знаю, Рианой. Ох. Такой репертуар. От Рианы до Бетховена. Вот так вот мы назовем. Прямо как в ресторане, ей-бук. Кто что заказывает. Огромное спасибо, Катя, вам. Хорошего дня, приятного пребывания, возвращения на родину. В самом деле ждем в гости. Приходите, всегда будем рады вам. Всего доброго, до свидания. Спасибо вам большое, всего доброго. Ну, а мы, в свою очередь, напоминаем, что в следующий час у нас будет программа «Климат-контроль». Константин Рангс расскажет интересные вещи. Ну, а мы продолжим эфир Радио Болтком. Всего доброго. Радио Болтком.